всем привет дорогие друзья меня зовут алексан компания агрожилами мы представители завода квд который находится в германии в районе клеве завод производит рабочие органы и также полноценные агрегаты по технологии култан мы находимся на поле озимой пшеницы сегодня бы я хотел немножко рассказать о характеристиках нашего продукта и о технологии култан так друзья сначала немножко истории рабочий орган квд выпускается уже на протяжении 12 лет его агрегатируют на многие разные агрегаты как и фермера так и предприятия крупные которые производят инжекторную технику то есть агрегаты по технологии култан и так немножко о конструктиве рабочий орган имеет 12 игл впрыска расстояние между иглами 13 сантиметров стандарте агрегация 15 квд имеет расстояние между ряде 25 сантиметров с возможностью передвигать подпропошные культуры диск изготовлен из нержавеющей стали инжекторные иглы изготовлены из твердых сплав из твердого сплава нержавеющей стали также они закалены для для износа устойчивости здесь мы видим трубки на подачу удобрения здесь находится кулисный распределитель тот механизм который распределяет для того чтобы прыск был только в почве приз происходит на глубину 6 7 сантиметров таким образом мы вносим удобрения сразу под корень растения итак друзья какие преимущества мы получаем при технологии култан когда мы вносим удобрения путем инъекции прямо под корень растения в жидкой форме то мы получаем мгновенный эффект растение начинает питаться мгновенно в тот же в то же время когда мы его внесли вносить удобрения технология култан регламентирует это весной при времени возобновления весенней вегетации среднесуточная температура для зимой пшеницы это плюс 5 градусов мы вносим удобрения прямо под корень и питаем растения и так давайте сравним технологию култан с традиционными методами внесения удобрений если это сухое удобрение его вносят с помощью разбрасывателя если это удобрение в жидкой форме работают с опрыскивателем и кстати еще сухие удобрения вносят с помощью сеялки итак давайте сначала поговорим о методе разбрасывания даже самый современный разбрасыватель не может на 100 процентов равномерно распределить удобрения по полю недостаточно выставить просто разбрасыватель по заводским параметрам потому как качество удобрения очень сильно хромает я говорю сейчас за фракцию когда мы в бункер засыпаем сухое удобрение в бункер разбрасывателя то более мелкая фракция всыпается вниз более крупно остается вверху и когда мы его настраиваем по заводским параметрам чтобы идеально вносила ширину захвата норму внесения мы настраиваем его по более мелкой фракции потому как она всыпается вниз по мере работы не более мелкая фракция внизу вырабатывается идет уже более крупная фракция мы получаем что мы получаем уже другую ширину захвата и другую равномерность поэтому очень тяжело оптимизировать равномерное внесение конкретно разбрасывателем также когда мы вносим удобрения путем разбрасывания весной почва у нас влажная гранула попадая на почву на влажную почву впитывает себя влагу если присутствует ветер на поле светит солнце то гранула начинает испаряться если у нас почва корка почва сухая то гранула без влаги лежит на почве утром у нас есть такое понятие как роса до роса либо туман и это гранула впитывают влагу с росы либо с тумана и аналогично когда выходит солнце дует ветер действующее вещество азот начинает испаряться с данной гранулы при выходе в трубку либо фаза окущения мы очень хорошо видим неравномерности на поле да особенно с аэросъемки теперь поговорим о методе внесения жидких удобрений путем опрыскивателя при данном методе некоторые негативные факторы такие как есть такие имеются как при разбрасывании они исчезают но появляются и новые такие как ожоги растений сейчас объясню как как это все происходит когда опрыскиватель вносит удобрения порывы ветра могут сдувать само удобрение где-то вносить тройную дозу там четверную дозу заданной в каком-то месте а где-то не носить вообще да ну давайте представим себе идеальные условия у нас нет порыва ветра также есть такой риск при опрыскивании когда опрыскиватель движется движется по полю и какие-либо неравномерности либо скорость когда замедляется либо ускоряется опрыскиватель его штанги могут двигаться вот так вот по горизонтали когда штанга изгибается по горизонтали отходит назад здесь она может нанести тройную четверную дозу удобрения когда она возвращается на свое место в этом промежутке будет недостаток удобрения поэтому мы видим ожоги на полях либо неравномерности по внесению есть такие риски когда мы вносим удобрения без влаги да у нас не идет дождь нас удобрения нет транспортируется корню растения у нас растение в данном случае зима пшеница просто не питается да сколько дней у нас не будет осадков все эти дни мы несем большие потери азота еще эти два метода путем разбрасывания опрыскивателя не очень подходит для фермерских хозяйств которые оставляют после пожневные остатки на поверхности почвы для того чтобы прикрыть влагу для будущего урожая те которые практикуют технологию ноутил у которых аналогично остается после пожневные остатки на почву то есть мульча и те кто практикуют технологию стриптил потому как тоже оставляет мульчу прикрывая влагу для того чтобы солнце ветер не выдувал влагу из почвы да почему не совсем подходит когда удобрение попадает на поверхность мульчи оно недоступно растению и в лучшем случае этот азот сработает просто на перегниение после пожненных остатков в худшем случае он просто испарится в атмосферу с технологией култан все вышеперечисленные риски исчезают здесь можно говорить только о преимуществах не вымывается удобрение с почвы остается концентрированным банком почвы и питает растение до конца его роста азот находится непосредственно в близости от корней корни активнее развивается что дает возможность растению быть более устойчивой к засухе и полиганию лучшая аэрация почвы весной через отверстие от култан есть проблема с коркой весной когда мы вносим удобрение мы одновременно делаем функцию ротационной бараны стопроцентное распределение минеральных азотных удобрений по полю упрощается подкормка растений весной с данной технологии култан мы вносим удобрение всего лишь один раз весной во время возобновления весенней вегетации и до конца роста растений удобрения находится в близости от от корней и питает растения вместо традиционных двух-трех раз всем спасибо за просмотр видео по всем вопросам обращайтесь по телефону указанным на экране